привет друзья недавно я приобрел такой вот хороший уазик для деревни у вас буханка для деревни самая машина лучше и не придумаешь хоть в лес хоть за грибами хоть за дровами хоть куда да и переночевать можно в любое время вот такой аппарат недавно я снимал видео как мы его с братом приобретали перегнали и вот сейчас хочу сделать небольшой обзор по этому уазу потому что спрашивают у меня в интернете будешь ли делать обзор вот сейчас сделаю потому что когда мы его покупали ну не совсем время было не очень много не совсем было там удобно поэтому обзор сделаю сейчас посмотрите какой уазик выскажите свое мнение что как и все про кстати сегодня снежок сегодня 3 ноября вот что у нас тут ручек у нас нет потому что прежний владелец говорит я купил две китайские ручки три раза открыл дверь и все они сломались поэтому ручки придется приобретать открываем вот так вот просто берем хоб то есть можно даже ручки не приобретать в принципе открывать дверь можно нормально все открываются они так вот берешь раз и все так что нам нужно сиденье сделать чтобы фиксировалась но это все мелочи это все мелочи мотор у нас капот тоже кстати нужно прикрепить чтобы он был нормально сидел на своем месте вот здесь на креплениях а пока он просто так лежит вот карбюратор у нас от девятки стоит двигатель обычный 70 пятка вот карбюратора стоит от девятки но я вам скажу идет прям неплохо достаточно неплохо вес все таки у него почти две тонны тонна 800 чем-то там так что тут у нас но это потом заведем еще посмотрим здесь так салон салоне у нас конечно работы не початый край вот прежний владелец все вот это снял всю обшивку и хотел все делать по новой обклеивать обшивать поэтому этим займемся мы ну есть работа конечно но и машина стоит гораздо гораздо меньше чем 100 тысяч поэтому рублей поэтому я думаю этот даст неплохо здесь все обито алюминиевым листом алюминий все дно тут у нас резина такая толстая лежит это очень хорошо потому что я еще и дровишки буду возить это очень хорошо для пола в общем обклеивать пока думаю чем пока еще не начинал думаю чем хотел у меня предварительный такой вариант таким толстым пенофолом обклеить салон а потом сверху еще чем-то еще что-то прикрутить а вот на утеплитель вот сюда хотел пенофол приклеить вот не знаю думаю пока и потолок тоже самое но тут само собой буду делать столик какие-то лавочки наверное складные сиденья то я не знаю может быть не буду я ставить а может быть и буду ну загадывать не будем на будущее вот такой салон стенка у меня есть тут пока висит вот такой ковер между салоном и вот грузовым отсеком мне владелец прежний отдал стенку вот сюда вот ставится она прикручивается вот вот сюда на эти вот места вот может быть поставлю стенку она лежит тут вот недалеко в гараже хотя с другой стороны ну посмотрим в общем посмотрим так что у нас по кузову нареканий практически нет есть кое-где вот такие вот небольшие но такие вот вмятинки но мне для деревни что он даже видно тут кое-где вот мне для деревни это вообще не страшно потому что возможно у меня их будет еще больше ездить буду по пересеченной местности не для города брал а для деревни лес рыбалки всякие ну все такое грибы дрова поэтому дрова заготавливать на нем буду ездить поэтому тут но гнили гнили вообще нигде нет что очень радует ни одного гнилого места ничего такого нет рама смотрим раму я уже смотрел но еще покажу рама конечно в идеале никаких никаких нигде лопнутых я ее обсмотрел уже по кругу ни в одном месте лопнутого ничего нет вообще днище также вот ни грамма нигде не сгнила в идеале ну коробка это как всегда чуть-чуть она в масле это в наших машинах все время так передний мост работает все включается без нареканий мосты не гудят раздатка работает включается отлично то есть по трансмиссии тоже нареканий нет ни парами не по трансмиссии не почему вот резина стоит пока обычная такая трассовая но состояние достаточно прям хорошая я бы сказал износа практически нет ну диски конечно немного ржавые я их буду красить черной краской может быть вот ржавчина присутствует вот она но это как говорится на скорость не влияет поэтому ничего страшного с этой стороны тоже самое но резина как я уже говорил прям радует радует резина и радует что за такую цену за не очень высокую я купил такой шикарный автомобиль ну есть вот косячки кое-где тут нет поворотников стекол вот эти сами поворотники работают отлично и передние и задние мы проверили сразу когда покупали с этой стороны есть один с той стороны но это тоже все мелочи я должна это внимание не обращая вот такие вот дела есть вот такая вот фара есть лесенка есть багажник что тоже очень удобно бывает иногда необходим он в поездках дверки у нас все открываются закрываются хорошо задние есть я говорю ним небольшие вот такие тут кое-где мятинки но это вообще ни о чем в общем автомобилем я доволен тут вот уголки помятые тоже опять же это я не на выставку его взял ну помят уголок ну и что что такого то ничего страшного вот бампера задние мне тоже он отдал владелец прежний я их прикручу тоже лежат вот такой вот аппарат сейчас мы его попробуем запустить запускаем стоял он у меня долго попробуем как он опа ну 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 ты что двигатель работает ровно прямо вот запустился практически но не спал пинка практически спал пинка вот моторчик холодная работает хорошо как числи прям нормально работает отлично я доволен этой машиной пусть кое-где есть нюансы даже магнитола есть правда она сама что-то включается еще не поймешь ладно пока вот такой вот аппарат полочка удобная можно сюда что-то складывать вот тут что-то лежит я еще даже не смотрел замок сжигания свечи запасные свечи запасные вот такой вот аппарат мне понравился прям огонь вот немного прогрел вот немного прогрел чуть-чуть давление вот какое сами видите можно не говорить вода еще только нагревается датчик топлива не работает ну и ладно вот такой вот получился обзорчик скоро буду выезжать на нем обязательно сниму как он идет как что даже замечу расход замерю и вот дела ну ладно друзья всем здоровья удачи пока до встречи проверим еще нашего стального коня в деле до встречи